МОТОПУТЕШЕСТВЕНИК Путешественник на мотоцикле с подводными крыльями Алексей Марченко с очередным рассказом Мы еще пока и не знаем о чем, это всегда сюрприз Надеюсь, что как всегда он будет приятен и интересен А может оставим все в тайне и ничего не будем рассказывать? Просто помолчим 10 минут За 10 минут нашу тему не поднять 12, хорошо, поехали Итак 12,5, хорошо, как скажешь Дороги Ну что за тема? Ерунда, да? Но дороги это самое интересное в путешествиях мотоциклистов Некоторые любят путешествовать по городам Некоторые даже не заезжают в города То есть, все время, чтобы была дорога Чтобы каждую минуту, за каждым поворотом С каждым километров менялся пейзаж Воздух, запах, дождь, снег И приключения, поломки И вот эта вот вся жизнь в дороге Это вот процесс перемещения В хорошем смысле больные люди В хорошем смысле Вот, и поэтому я хотел остановиться о дорогах Потому что, ну, города Первые 100 городов Те кажутся разными А вторые 100 Это просто квадратные кирпичные какие-то сооружения Блин И все равно самое лучшее это дорога То есть, вот у меня во вспоминаниях всегда дорога Там, желтые поля Кукуруза там какая-то Там виноградники миллионы Вот это вот Хотел рассказать про это И разновидность этих дорог Я знаю, есть вот все говорят Гравий, гравий Нет, не гравий В смысле гудрон Как-то говорят Не, ну, мы можем пробежаться по гадостям Самое хреновое это грязь Да Да, это вот Это вот глина Глина И чернозем Чернозем Но это к дорогам не относится Это ты, если ездишь без крыльев Это особенный шарм в этом, да? Я просто Когда у тебя наматывается чернозем И у тебя срывают все крылья Вот это и настывает Первое начало И они скользят по глине Первое начало бобера Первое начало бобера, да Давайте, давайте определимся Что вот есть А, вот Я понял, грейдер Вот все говорят Есть дороги грунтовые Есть тропинки Есть грейдеры Есть щебенка Есть песчаные дороги У всех у них есть жуткие особенности Мы о них в следующий раз Хорошо, как скажешь Я только остановлюсь За то, что в Финляндии Вот эти грунтовые дороги Почему-то лучше Они чем-то посыпают Лучше, чем где? Лучше, чем везде Ну, вот Давайте про асфальтные Давайте Значит Блин, ну просто Тема такая огромная Давайте хотя бы Что-то С чего-то начнем Да, давайте Определимся Хотя бы сравнить Европейские дороги И американские Значит Европейские дороги Лучше всех Мне понравились Австрийские Ну, то есть Немецкие Они как бы Априори То есть Развязки Дороги Все качественно Это мы все знаем Ну вот Но Чем отличаются Австрийские дороги Там Несколько Автобанов Есть И Это колоссальные Деньги Колоссальный Вид То есть Они практически Прямые Идут в горах Но Для этого Там где Провал Значит Построен мост Потом Значит Дорога Врезается В скалу Потом Ты выезжаешь На какой-то Карниз И все Это автобан Четыре полосы Две туда Две туда Потом Ты опять Въезжаешь В туннель Потом Ты выезжаешь Опять на мост И так Километров Восемьсот И ты Когда едешь По мосту По этому Туннелю Километра Километра Глубиной Длиной И там Все в лампочках Вот этих всех Светящихся Этих ленточках И вот этих Отстойничках И вот Потом Ты вылетаешь С той стороны Горы Идет дождь С этой стороны Туман Со следующей Светит солнце Потом Это Ну это конечно Потом ты едешь По мосту И там Внизу Какая-то река течет Это фееричное Зрелище Значит Есть Вот эти Горные дорожки Они естественно Качество похуже И У меня запомнилась Такая дорожка Значит По дороге На Матгардце Седло Есть такая дорога Где вот она Градусов 45 Ну в общем Очень много И там Такой знак Написан Стоп И такая Табличка Первая передача И типа И не выпендривайся Но для мотоцикла Это все равно Там все равно На первом Я такой останавливаюсь Думаю Блин Какое интересное Надо как-то это Я ее сфоткал Для автомобилистов Просто включи первую И не выпендривайся Все И вперед Вот Потом значит А ты прямо видел Люди подъезжают К этому месту Включают первую Да А там попробуй В лесу Не остановись Под знаком стоп А там и вдруг Из этого Из кустов Полицейские И все И кирдык Там 200 евро 100 Хорошо Итак Дорожки Они чуть похуже Но они очень интересные Да Ну вот Надо тоже понять Что хваленая Европа Она не вся идеальная Есть Вот эти вот автобаны Да Они идеальные Есть дороги Тоже Более-менее широкие Но они могут быть Не идеальны С трещинами Заплатками Могут быть И городские дороги Могут быть Обочины Просто Половина щебня Половина асфальта То есть Это все есть И вот это там Фантазировать Что Там дороги Хорошие А у нас плохие А у нас дороги Может быть Не самые лучшие Но они неплохие Самые хреновые В Европе дороги Это Прибалтика Следующая идет Польша Хуже чем у нас Да Конечно Хуже да Конечно Ну там есть какие-то Участки Ничего Но так Там вообще Не очень Мне нравится И они Грустны По бокам Вот Польша Она достает тем Что Вот это вот Между воеводствами Вот эти вот Поле И извилистая дорога И обсаженная Этими дубами И вот Липами Огромные деревья Огромные деревья И ты там Шаг влево Шаг влево Пол раза Моргнул И только смотришь На дереве Крест 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 Ужас какой-то Вот Сейчас там Немножечко сделали Автобанов То есть там От Варшавы до Берлина Есть там Автобан Там еще Они какие-то сделали Но в основном Дороги такие Очень внимательные Сильно не разгонишься Но там Какой плюс Там очень хорошие указатели Вот на удивление Там значит До этого города 30 До этого города 50 До этого 45 Следующий Ты проезжаешь Табличку Тот город исчезает Появляются Следующий 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 И номера дороги То есть без навигатора По Польше Ездить очень удобно Ну в общем Если ты карту взглянул И знаешь Какие у тебя города По порядку Вот в России Меньше Вот этих указателей И видно Народ у нас Посообразительнее Тут надо у нас Домысливать Там не надо Ничего мыслить Просто читай 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 Едь медленно читай У нас надо Значит Сообразить Что знак висит Но это совсем Ничего не значит Да Вот В Греции вообще Бессмысленно читать Греки ненавидят немцев И ненавидят англичан Поэтому Дублируются Все их ненадписи Ничем И вот что По гречески написано Вообще Ничего не понять Ну просто Какой-то набор Каких-то знаков Я могу тебя обрадовать Вот вышла Новая операционная система Для айфона Шестнадцатая Ну вышла в бета-версии Бета И говорят Я читаю в интернете Говорят Что реализована теперь функция Чтения с переводом На лету В камере То есть ты наводишь Камеру айфона На любой текст И она тебе сразу Прямо На мотоцикле Это очень удобно Снял перчаточку Нажал на айфончик Засунул Ну подъехал Остановился у знака Навел Сверился с картой С бумажной Ну потому что Я почему говорю Что надо читать надписи Потому что навигатор Может завести не туда Это правда Наверное Поэтому ты Смотришь на навигатор Куда он показывает А потом сравниваешь Что-то населенные пункты Пошли не те Вот Все Мы говорим о качестве дорог Да У нас времени немного Давайте быстренько Переключимся на Америку Давай Хорошо Ну мы остановимся У нас же еще Африку Забыл Да Африка Марокко Да да Значит смотрите Бензоколонки В Германии Там на автобанах Они вдоль дорог стоят Ну в общем Во всей Европе Ее видно издалека Ее всегда видно издалека Потом табличка Заезд Все показано Да Все показано Ну а естественно Там если на автобане Там 100 километров И ты что-то там Где-то просчитался Все Значит Навигатор включаешь И есть съезд Какой-нибудь городок И ты уже заезжаешь На деревенскую Бензоколоночку И там заправляешься Вот Америка Все там не так То есть Ты выезжаешь на автобан Ну на автобан Ну этот Интерстейт Или как он называется Хайвей Хайвей Хорошо Хайвей Хайвей да И короче Ты едешь 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 Блин Уже бензина нет А ты все едешь А у тебя никаких Бензоколонках Никаких указателей Что там бензоколонка Вообще ничего нет Думаешь Опа Вот это я вообще Молодец Удачно заехал Удачно заехал Вот Оказывается Значит Есть табличка такая Съезд Эхит Эксит 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 там 21 Эксит 40 Казалось бы Я думаю Что за ерунда Что за надписи Какой такой Харли Дэвидсон Ты едешь А из леса Стоит такая Палка И значок Харли Дэвидсон И под ней Макдональдс Не Не Ты из леса Видишь Думаешь А Вот здесь Еще на этой площадке Еще и Харли Дэвидсон Есть Вот Вот Все Ты подъезжаешь И ты все Можешь поесть Даже Есть шанс Что там стоит Какой нибудь отельчик Есть Ну естественно Это на нажирных трассах Там типа Нью-Йорк Вашингтон Там Вашингтон Там Флоридом Майами Роуд 666 Нет Роуд 66 Это 40 Там тоже кстати Неплохо Там вообще Шикарно Там Дорога Желтые полоски В Европе белые Желтые полоски Светящиеся ночью И между Рядами Выбиты квадратики Сейчас у нас В сторону луги Есть такие квадратики Сделаны То есть такой квадратик Выбит Пару миллиметров И ты когда съезжаешь Что у тебя начинает трясти Звук такой Мерзкий получается И ты как бы просыпаешься И дорога На небольшой возвышенности И если ты допустим Падаешь на мотоцикле Или на машине То такой склончик Метров 50 или 100 Газончика В одну сторону И в другую А встречка В 200 метров С той стороны Не по всей Америке На 40 Такие вот есть И значит Если ты даже Покатился То ты не сможешь Заехать Угол мешает И ты на встречку Никак не можешь попасть Главное Что встречка Тебе не светит Никогда в глаза Вот То есть Ты можешь ехать Хоть с дальним Хоть с ближним Ты никому С той стороны Не помешаешь Вот И поэтому Естественно Дороги Воеводств никаких не было И американцы Строили дороги Максимально прямые И ты в общем-то Пилишь И с точки А В точку Б Ты прибываешь Ровно столько Сколько тебе написал Навигатор В 6 часов Ровно в 6 часов Без опозданий На интервью Тебя берут на работу Сразу в конгресс Да С России И с Европы Этот номер не прокатывает Значит Один раз я решил Проехать Один раз я решил Проехать Из Кракова До Будапешта Там есть Платная дорога Автобан Она таким зигзагом Километров на 100 Дальше Но на 3,5 часа Быстрее А это значит На 100 километров меньше Но Обочина 40 сантиметров И обрыв И значит Фуры которые едут Друг между другом Ты на мотоцикле Между ними не проскочишь Потому что От зеркала До зеркала 20 сантиметров Вот А с другой стороны Обрыв Причем Это как бы горы Но небольшие И ты короче И ты не можешь никого обогнать И ты думаешь Я мотоциклист же Да хрен вам То есть какой совет Что не всегда Короткая по карте дорога В реальности Такой оказывается Да Ну то есть Дороги бывают разные Как и мотоциклисты Как и мотоциклы Так что Путешествуйте Как это Путешествуйте Путешествуйте И путешествуйте И бог в помощь По России А лучше по России У нас Шикарные дороги Самая лучшая дорога Номер один Это Избийская До монгольской границы Ну До Каши-Агачи Короче Далеко От Петербурга Ничего страшного Можно Транспортной компании Отправить Как скажешь Хорошо Все Время наше истекло Алексей Марченко Путешественник О дорогах Часть первая Давай назовем Да Потому что дальше У нас будут Грейдеры впереди Глина Глина И прочие Разные ужасы Спасибо И счастливо До новых встреч Все Пока